Добрый день, меня зовут Екатерина Лангаева, в эфире КФУ Лайф, программа, в которой абитуриенты могут пообщаться с представителями различных институтов Казанского Федерального Университета. Сегодня у нас в гостях Институт управления экономикой и финансов, и мы поговорим о поступлении. На наши вопросы ответят руководитель Центра дистанционного обучения Института управления экономикой и финансов Дашина Андрей Константинович, руководитель Центра профориентационной работы и взаимодействия с работодателями Уренгов Руслан Анатольевич, и студент третьего курса Асрор Ревжанов. Итак, начнем, как обычно, с вступительного слова. Давайте начну я, немножко представлю наш институт. Институт управления экономикой и финансов, это один из 16 институтов, которые входят в структуру Казанского Федерального Университета. Но нужно сказать, что это один из крупнейших институтов, с достаточно большой численностью студентов и профессорско-преподавательского состава. По названию института, я думаю, понятно, что это прежде всего экономические и управленческие направления. То есть вообще в нашем институте 12 различных направлений, спектр достаточно широкий. Это и такие понятные, традиционные для нашего института направления, как экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, управление персоналом. Но у нас есть и направления, связанные с сервисом, туризмом, гостиничное дело. Кроме того, есть направления педагогическое образование с профилем географии. Есть направления, ну такого же даже ближе к естественным научным направлениям, это география, картография, геоинформатика, природообустройство и водопользование. То есть институт достаточно разноплановый и абитуриенту, как говорится, есть возможность выбора достаточно большого. Это был бакалавриат. Это был бакалавриат, да, да. Есть, естественно, магистратура. Специалитет. Специалитет, да. Есть специалитет экономическая безопасность, поскольку это пока вот в традиционной системе двух уровней образования есть отдельные специалитеты экономической безопасности. Кроме того, есть магистратура, следующий уровень образования, наверное, кто-то заинтересуется из выпускников бакалавриата продолжением обучения. Тоже традиционное направление экономика, менеджмент, но также есть картография, геоинформатика, география. То есть институт достаточно разноплановый. Все формы обучения. Да, разумеется, присутствуют все формы обучения, и об этом мы, наверное, еще попозже даже дополнительно скажем. Это очная, очно-заочная, заочная формы обучения. По большинству направлений, разумеется, есть прием на бюджетные места, места финансируемые из бюджета. Ну и кроме того, разумеется, есть контрактный прием, контрактное обучение. Вот, наверное, в общих чертах все. Если чуть поподробнее, по отдельным вопросам, мы, наверное, попозже еще тоже добавим. Теперь давайте перейдем к вопросам. Я напоминаю, что вы также можете задавать свои вопросы в группе Казанского федерального университета ВКонтакте. Итак, первый вопрос. Почему студентам стоит выбирать ваш институт? Ну, наш институт является профильным. Я вот могу сказать, что это факт. Готовят по направлениям, схожим с нами почти в любом вузе. Но наш институт, он традиционно профильный институт. То есть мы не готовим очень большой, большой количеств специалистов. У нас спектр довольно-таки узкий. И партнерами нашего института являются крупнейшие предприятия, крупнейшие банки не только России, но и Татарстана. Теперь, наверное, стоит задать вопрос студенту. Почему ты выбрал именно этот институт? Ну, во-первых, конечно же, я поступил сюда. Только один из главных пунктов — это, конечно же, уже то, что я знал, что здесь будет. Здесь уже учились двое моих братьев старших. Но даже если закрыть на это глаза, меня очень сильно привлекал данный университет к качествам образования. Данный университет входит в топ-400 университетов по всему миру по версии нескольких изданий. Помимо этого, активная студенческая жизнь, возможность стажировок и практик уже во время обучения, что предоставляет далеко не каждый университет, не только России, но и множество других стран. Также это, конечно же, новые возможности. Я не упоминал этого, но я из другой страны. Я из Узбекистана. И новый мир, новые возможности, новая страна. Спасибо большое за обучение. Возможно ли к вам поступить на целевое обучение? На целевое обучение поступить возможно. Только, наверное, сразу стоит немного разграничить. Целевое обучение, оно есть бюджетное и есть платное. То есть бюджетные места целевого приема, они уже объявлены. На сайте приемной комиссии цифры есть. Абитуриенту необходимо получить направление от какого-либо предприятия или органа местного самоуправления, госуправления. То есть любое предприятие, у которого больше половины акций государственные. То есть частные предприятия, полностью частные предприятия, целевое направление и бюджетное давать не могут. Получив целевое направление, абитуриент его подает нам в приемную комиссию летом или вживую его приносит, целевое направление, или загружает в личный кабинет абитуриента. Далее его проверяют. И если договор прошел, то абитуриент попадает в список целевого приема. И, как правило, целевиков больше, чем запланировано. Среди них также бывает конкурс. Если проходной балл, скажем, на топовом направлении экономика, менеджмента, госмуниципального направления, проходной балл в районе 267, то на целевые места проходной балл порядка 240, то есть на много ниже. Но стоит понимать, что тут не так все просто. Целевой прием подразумевает обязательства. То есть абитуриент, пока абитуриент, закончив институт, получив специальность, обязан отработать. Если отказ от отработки, тут уже штрафные санкции. С другой стороны, это гарантированно трудоустройство, поэтому тоже неплохо. Есть целевые места платные. То есть у нас очень много абитуриентов, которые поступают за счет оплаты какого-либо предприятия, например, Татнефть. То есть, как правило, бывает так, что предприятие оплачивает половину стоимости, половину уже сам абитуриент, как они договариваются. То есть целевой прием такого формата, платный целевой прием, также имеет место быть. Спасибо. Какие особенности есть при поступлении абитуриента, уже получившее среднее профессиональное образование? У меня есть предложение. Может, тогда Руслан Анатольевич озвучит условия общего приема, а я добавлю уже особенности. Наверное, есть необходимость сказать об этом все-таки. Итак, прием уже стартовал. Вчера Астрор, да? Астрор также является сотрудником приемной комиссии. Вчера стартовал прием для иностранных граждан. То есть уже можно подавать заявление. В мае мы их ждем на экзамены. Для россиян, которые... То есть большей части наших абитуриентов, ребята, которые имеют ЕГЭ, 20 июня мы открываем прием, и до 25 июля. ЕГЭ, которые нам подходят, спектр довольно-таки большой. Если раньше русский, математика и третий экзамен, например, общество знания, и было все, то уже не один год абитуриенты имеют право на альтернативные экзамены, например, на экономике русский язык и математика, и на выбор или общество знания, география, история, иностранный язык. То есть выбор предметов довольно-таки большой. До 25 июля прием заявлений, и далее уже процедура подачи оригиналов и зачисления. В этом году, уважаемые абитуриенты, вам повезло, потому что процедура приема стала немного проще. Во-первых, подать документы можно и лично через систему абитуриент вуза, через госуслуги, если подал по госуслугам, даже оригинал везти не нужно, с собой можно приехать, с собой привезти на учебу в сентябре. И принципиальное изменение такое, что абитуриент при подаче заявлений, а в КФУ это 4 заявления максимально, абитуриент всего лишь расставляет приоритеты. То есть подал на 4 направления и расставил приоритеты. Первое, туда хочу больше всего, например, экономика, если не получается, то на менеджмент, ну и так далее. Дальше уже система абитуриент автоматом будет его поднимать вверх по рейтингу. То есть, наверное, не очень понятно, ближе будет ребятам это ясно летом, но они поймут, что они и их родители экономят довольно-таки много нервов. То есть раньше было не так, раньше было посложнее, в этом году попроще, полегче абитуриентам. Оригиналы мы принимаем до начала августа, то есть 3 августа приема оригиналов, 4 уже выход приказа на бюджет. Далее до 19 августа мы ждем абитуриентов на платное обучение. Ну, в целом все. Теперь, наверное, давайте добавлю по поводу особенностей абитуриентов, которые получили среднепрофессиональное образование. Особенности, безусловно, есть, хотя вот эти общие правила, которые озвучил Руслан Анатольевич, естественно, на них тоже распространяются, но выпускники технику в колледже могут поступать как на основе сданных ЕГЭ, но для этого, конечно, нужно было, соответственно, записаться в центры сдачи ЕГЭ, либо на основе сдачи внутренних вступительных испытаний. То есть те же 3 вступительных испытания, это математика и русский язык в обязательном порядке, и дальше, третье, тут есть определенный выбор, но выбор идет между предметом общества знаний и предметом экономики. Я чуть попозже по поводу экономики скажу. То есть вступительные испытания сдаются в Казанском федеральном университете, они также оцениваются как ЕГЭ из 100 баллов, абитуриент также набирает определенную сумму из 300 баллов, и дальше он с этими баллами участвует в общем конкурсе наравне со школьниками. Кстати, сразу хочу сказать, иногда почему-то бытует такое мнение, что выпускники СПО могут поступать только на контрактную форму обучения. Конечно, это не так, то есть они точно так же участвуют в конкурсе и претендуют на бюджетные места, ну, по тем направлениям, где они, разумеется, присутствуют в плане приема. В связи с этим возникает некоторая особенность еще и по срокам. Руслан Анатольевич озвучил, что начало приема документов 20 июня, это общее для всех, и завершение 25 июля. Но хочу сразу предупредить выпускников СПО, потенциальных абитуриентов, что для вас окончание срока приема документов это 15 июля, то есть раньше, чем общее окончание. Это связано с тем, что как раз в период между 16 и 25 июля вы сдаете вот эти три вступительных испытания, набираете баллы, чтобы участвовать в общем конкурсе. И чуть добавлю по поводу вот этого третьего экзамена. Я сказал, что там есть выбор между обществознанием и экономикой. Дело в том, что для выпускников СПО мы ставим экзамен экономика, но с учетом того, что, как правило, это выпускники именно таких профильных наших техникумов в колледже, которые получили экономическое образование, среднепрофессиональное, и для них, в общем-то, наверное, этот экзамен будет, ну, наверное, даже чуть легче, чем, допустим, сдавать экзамен по обществознанию. Поэтому вот процедура здесь следующая. Есть и некоторые особенности не только приема, но и будущего обучения. Конечно, может, пока об этом говорить рано, они еще должны поступить, но тем не менее, если мы речь ведем о очно-заочной форме обучения, а многие абитуриенты, выпускники СПО выбирают именно вот эти формы, заочную или очно-заочную, это понятно, они получили уже определенную специальность, диплом, начинают профессиональную свою деятельность, то здесь есть возможность на направлении экономика, так называемого, ускоренного обучения, сокращенных сроков обучения. То есть, если на очно-заочной форме экономики общий нормативный срок обучения 5 лет, то они обучаются 3,5 года. Понятно, что это, конечно, сокращает и время обучения, ну, в общем-то, и сокращает, разумеется, и стоимость оплаты общей. Можете немного подробнее рассказать про очную и очно-заочную, вот помимо того, что отличаются сроки обучения, чем еще отличается, какая вообще специфика есть? Да, я уже сказал, что не только на выпускнике СПО, но и другие абитуриенты иногда планируют совмещать учебу с основной работой, поэтому очная форма для них становится, как говорится, неприемлемой, и они выбирают либо очно-заочную, либо заочную форму. Поясню, почему говорю об этих двух формах. Если говорить о нашем институте, то по заочной форме у нас осуществляется прием на направление гостиничное дело. Кстати говоря, там есть 20 бюджетных мест, и, в общем, тут последние два года это направление пользуется достаточно большой популярностью, достаточно высокая активность со стороны абитуриентов. Если говорить о таких, опять же, более традиционных и наиболее, может быть, активно заполняемых направлений, как экономика и менеджмент, то, наверное, если вы обратитесь к плану приема, который размещен на сайте КФО, то увидите, что там написано очно-заочная форма. Сразу хочу пояснить для всех абитуриентов, не ищите нигде заочные формы по этим направлениям. Ее нет нигде в стране уже, ни в одном ВУЗе, поскольку с 2021 года с выходом новых образовательных стандартов по этим направлениям, там присутствуют, по сути дела, только две формы. Это очно-заочная. Но мы понимаем, что, как правило, эту форму выбирают, опять-таки, абитуриенты и будущие студенты, которые будут работать параллельно. Поэтому, в общем-то, мы в нашем институте, ну, скажем так, очно-заочную форму, а мы начали, кстати, реализовывать еще даже раньше, чем вышел этот стандарт, который, по сути дела, отменил заочную форму для этих направлений, мы постарались ее, ну, образно говоря, адаптировать именно для этой категории студентов. То есть, если говорить о процедуре обучения, то в течение семестра по субботам, с учетом того, что это работающие студенты, мы читаем лекции, причем как аудиторно, так и дистанционно для иногородних и иностранных студентов. А затем два раза в год студенты приезжают, ну, если казанские, то, может, даже и приходят на сессию. То есть, практически, в общем-то, эта схема, она достаточно удобна, она близка к заочной форме, но могу сказать, что по сравнению с заочной формой, очно-заочная форма позволила даже увеличить нам объем контактной работы со студентами, поскольку вот эти лекции в течение семестра, они позволяют дать больше информации по изучаемым дисциплинам для студентов. Поэтому, если студент, еще повторяю, планирует совмещать работу с обучением, то он может выбирать эту форму, заочную по направлению гостиничное дело или очно-заочную по направлению экономика или менеджмента. Перейдем к следующему вопросу. Где работают ваши выпускники после окончания института? Как последний раз говорила Нелега Мерона, выпускники нашего института есть довольно-таки высокопоставленные лица, как, например, Марат Хуснулин. Весь спектр экономики это банки, это предприятия, директора и не только директора. Учитывая, что мы готовим экологов, географов, картографов, спектр трудоустройства он очень обширен. То есть, мы даем нашим ребятам компетенции, которые позволяют себя найти во многих сферах жизни. И после окончания учебы на сентябрь процент трудоустройства по специальности составляет у нас 75. То есть, большая часть ребят уже после учебы летом трудоустраиваются по специальности. К Новому году уже, вот по статистике, 98% наших выпускников трудоустроены или же продолжают учебу в магистратуре. Институт помогает в трудоустройстве? Да, у нас есть центр, который занимается сбором информации. Мы забираем вакансии от партнеров и доводим информацию до ребят. Также пытаемся предоставить их интересы. То есть, у нас есть центр, который именно занимается помощью в трудоустройстве наших студентов. Хотел еще добавить, что Руслан Тольевич сказал, что по итогам выпуска у нас достаточно высокий процент трудоустройства студентов. Я могу сказать, что вообще-то трудоустройство многих студентов реализуют уже в процессе обучения. Уже на третьем-четвертом курсе многие студенты уже знают, где они будут работать, поскольку действительно тесные контакты со многими работодателями, с аудиторскими фирмами, с крупными предприятиями Республики Татарстан. и они приходят студентам, проводят отбор студентов, которые заинтересовали. Фактически студенты уже заранее, еще не получив диплом, уже знают о своем месте будущей работы. Поэтому в этом плане проблем у наших выпускников нет. во время практик студенты уже понимают, чем они будут заниматься, и после практик есть ребята, которые остаются на работе. То есть практики тоже как фактор трудоустройства выступают. Они знакомят с предприятием, с банком, и уже понимают, где они там могут быть полезны. Показывают себя, что они тоже достойные будущие сотрудники, и это тоже польза в дальнейшем трудоустройстве. Тогда вопрос Асфору, наверное, можешь поделиться своим опытом прохождения практики? Очень интересный случай, но вы, наверное, задали этот вопрос самому неподходящему человеку. Учитывая, что я иностранный гражданин, я учусь на направлении финансовый и кредит, практика у нас проходит в банках. Я сейчас расскажу лично, как проходила практика у меня, и как она проходит на самом деле у других. К сожалению, банки не берут к себе иностранных граждан на практику, и поэтому практика у нас проходит на кафедре, где нам полностью все рассказывают и объясняют, что и как работает человек, и что и как должно работать. У студентов-граждан Российской Федерации практика проходит в банках, наш институт сам предоставляет перечень банков, которые уже являются нашими партнерами. Либо же, если студент самостоятельно может найти себе банк, в котором он будет проходить практику, пожалуйста, может проходить там. В данных банках наши студенты проходят полноценную практику, где полностью понимают структуру работы банка, какую деятельность они должны заниматься, какую деятельность они могут заниматься по своему профилю, что это может преподнести им в перспективе, в будущем, и если они хорошо себя проявляют, уже после прохождения данной учебной практики банки могут позвать их к себе остаться на работу. Вопрос всем. Какие есть у студентов возможности для реализации себя, помимо учебы, какая-то внеучебная деятельность, так сказать? Я отвечу. Наверное, да, сам студент отвечает. Огромнейшая возможность все, что захочется, наверное. Я очень люблю, вот в плане студенческой активности у нас есть любое направление, пусть это танцы, песни, рисование, даже если человек просто любит говорить о политике, у нас даже такой клуб есть, любит человек там мастерить стулья, тоже найдется. В этом плане я очень люблю описывать КФУ, как у нас есть все, что захочет студент, а если по какой-то причине этого нет, то мы это создадим специально для него. Абсолютно все. Спорт специально для современных студентов мы создали киберспортивный кружок внутри нашего спортивного отделения студенческой активности. Спасибо. Где можно найти какую-то дополнительную информацию о поступлении приемной комиссии? Информацию кроме сайта приемной комиссии я рекомендую получать вживую. То есть приходить к нам гости. Мы открыты, то есть наш кабинет, наши сотрудники ежедневно по будням 8.30 до 17.00 мы на месте. Мы всегда рады нашим гостям, которые к нам приходят. Ежемесячно мы проводим по субботам очные дни отрытых дверей. Они последние месяцы уже ближе, как стало потеплее, стали очень популярными. Приходит очень много ребят, родителей. Поэтому мы приглашаем. Очередная встреча состоится 18 марта на Бутлерово 4 в актовом зале 10.30. Также мы ведем трансляции для тех, кто живет далеко в нашей группе Абитуриен ИУФКФУ. У нас есть телефон 8 9 3 7 6 1 1 2 1 1 2 Это телефон спасения приемной комиссии ИУФ. Мы всегда на связи. Летом даже, наверное, чуть ли не круглые сутки будем на связи по этому телефону. И постараемся удовлетворить любые потребности наших абитуриентов. Спасибо. Также вопрос снова Асрор. Что ты можешь сказать студентам, которые сомневаются выбрать это экономическое направление в КФУ или нет? Какие есть преимущества с высоты твоих трех лет проведенных в этом инверситете? Если же перед абитуриентом стоит конкретный профиль и выбор этого профиля между несколькими университетами в числе которых соответственно и КФУ однозначно я порекомендую выбрать КФУ по одной простой причине. У меня есть очень множество знакомых из других топовых так называемых российских вузов которые учатся на этих же направлениях но КФУ даст вам не только знания опыт практику возможность работы уже и трудоустройство во время обучения но и незабываемую студенческую жизнь это не только качество обучения это еще и 4-5 лет бакалавриата и специалитета незабываемой студенческой жизни спасибо вот конкретно ты ходишь в какие-то клубы кружки студенческие конечно конечно можешь рассказать немного об этом подробнее я являюсь руководителем антикоррупционной комиссии своего института представителем граждан Узбекистана в своем институте у которых более 800 человек помимо этого я активно занимаюсь культурной деятельностью общественный вовлечен в организацию различных культурных мероприятий по типу студенческой весны дня первокурсника и так далее также я являюсь руководителем комитета по работе с абитуриентами это точно такие же студенты которые по собственной инициативе решили помогать скажем так проводить различные дни открытых дверей набираться опыта скажем так взаимодействия с людьми рекомендуем абитуриентам что так много всем заниматься нужно не с первого курса вначале нужно себе чтобы осталось время на учебу первый курс обязательно учеба а вот все остальное что касается доп. деятельности это наверное надо оставить второй курс и постарше вот вот на протяжении эфира я тебя слушаю и у тебя очень поставленная речь как ты считаешь это способствует обучение на экономии этому я не знаю как это способствует самому процессу обучения но по жизни это конечно же помогает то есть эконом тебе в этом помог да скажем так здесь благодаря вот именно студенческой активности возможностям контакта с новыми лицами с новыми возможностями моя речь стала более грамотной более красиво поставленной наверное да по большей части да спасибо большое спасибо большое всем что уделили нам время были рады видеть вас в нашей студии всем до свидания спасибо спасибо до свидания